Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня мы будем проводить обзор распылителей, которыми мы пользуемся в нашем питомнике. Итак, начнем с простого. Это обычный пистолет. Обычный пистолет. Как он работает, всем давно известно, но он у меня постоянно включен, то есть заливается растение. То есть пистолет довольно хорошая вещь, когда охота походить и пополивать. Ну, полив его очень хороший. Вот так стоите, держите, и прекрасно все получается, прекрасно все поливается. Поливаю какой-нибудь, ну, я обычно так и поливаю растения. Пистолета. Это тоже можно достать до верха. То есть, так стоишь, поливаешь минуты 3-4, а оно насыщается. При хорошем напоре полтора атмосферы, ну, за 15 минут, я думаю, ведро набирает даже меньше. Ну, если дальше смотреть, то вот такая же, как пистолет, идет у нас морковка. Точно-точно, как пистолет она, просто распыление тут поменьше иногда есть. Я поливаю ей семена, она как пыль. Ну, а в принципе, точно-точно, как пистолет, даже у него, по-моему, длина струи поменьше. А так, пожалуйста, тоже все поливается, все хорошо. Ну, держать просто шланг там. Если пистолет, то постоянно. Если дальше, дальше у нас идет вот такая штука. Это идет у нас ракушка. Попадает вода сюда. Никогда не забивается. Хорошая вещь. Почему она на доске? Она ставится между грядками. Я потом покажу вам. А сейчас я покажу, как она. Вот она снялась, видите. Здесь просто кусок трубы, и она одевается. И довольно-таки хорошая. Ну, палку ж ты сам уже сделал. Да. Ну, палку. Самодельно. Подставку эту. Как она поливается, можно видеть. Вот видно, да? Взять ее спокойно, поставить под виду растения и отойти. Ну, она между грядками у нас стоит, поэтому она на палке. Я потом сейчас покажу вам. Здесь. Довольно хорошая, удобная вещь. Капля мелкая. Капля мелкая и проблем не создает. Ну, вот здесь, как можете видеть, вот уже подсажено. Здесь все будет засажено. То есть, две ракушки. Подсоединение идет вот здесь, внизу. То есть, подошел, шланг включил, поливается там. Потом шланг переставил, можно подвинуть их. Она между грядками удобненько и все. Добивает до конца. То есть, в ту сторону и в эту сторону. При хорошем напоре, естественно. О, прекрасный. Еще, если дырку напильником подпилить, то можно откуда идет распыление. Капля будет крупнее, но будет бить дальше. Но опять же, это нужен очень хороший напор. Ну, это вот попроще веерный распылитель. Довольно тоже удобная штука. И землю разбивает, когда она комками. И полив идет хороший. Такую, площадь очень хорошая, при хорошем напоре. Сейчас мы его проверим и посмотрим. Продолжение следует. Миссия�сыложие Athéry Ну, pushing ситуация с национальной сети. Вот такой, чем вы ее можете посмотреть. Продолжение следует. Извините на маршру thyroid. И мне слишком много Lima сгорания. Еще одно место, а также пишите. вот если можно видеть ее вот она вот идет но где-то метров метров шесть но это напор еще не такой хороший поэтому можно поставить ее в грядку вот она поливает в грядке ну туда дальше поровнее поставить конечно подождать отходим напор такой слабый у меня был без латуневых вот этих вот распылителей сами которые ну а капля довольно крупная на пару часов поставили и у вас объем как бы хороший вот распылитель ну по своей средней стоимости так сейчас не скажу цену надо бы не рекламировать ничего ну ходит у меня проходил такой долго но правда без латуневых этих и распыления было намного больше просто латуневые скорее всего меньше мы перейдем к самому мощному и самому бомбическому как так сказать распылителю который больше всего у меня их два здесь регулируется вот регулируется тут то есть площадь регулируется потом капля воды регулируется вот здесь можно до конца его мышь то есть очень хорошая вещь опять же здесь можно поставить чтобы поливалась например только посередине вот эти будут работать но сейчас мы я вам продемонстрирую это все вот он пошел в одну сторону вот он идет в одну сторону ну да этот посильнее бьет и по сильнее бьет и получше потому что ну так же и ввысь то же самое сейчас попробуем даже от регулировать каплю он стал на пол поменьше но капля по по мягче он бьет по мягче и поэтому можно закрыли две закрыли мы уже мягче видите ну так выше становится видите вот эти принципе получается вот такая вот ситуация ну конечно выше он стал достает но сами можете видеть да прекрасная вещь которой я пользуюсь и довольно таки нормально все происходит ну что уважаемые друзья то что мы используем я рассказал в принципе в нашем деле главное полив многие спрашивают какие удобрения мы используем мы используем удобрения практически никакие кроме корневины для того чтобы он прижился нас идет очень хороший мощный полив по хвои в основном по хвои то есть дождевания все эти приспособления я показал выбирать вам то есть поливать надо очень хорошо и много и обильно и тогда все будет расти на этом все всего доброго удачи подписывайтесь на канал с вами был Евгений Филимозов и питомник Ваня Горик удачи 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 удачи